Здравствуйте, меня зовут Тюков Сергей Валерьевич, я занимаюсь продажами новостроек в Рязани непосредственно от застройщика. Если нужно, обращайтесь, телефон внизу экрана. Вариантов много, жилых комплексов много, то есть я все про это знаю, вам помогу, подскажу. В данный момент в этом ролике хочу показать вам шоурум от застройщика капитал строитель жилья в жилом комплексе центральной. Считаю, что шоурум в жилых комплексах очень полезен. Предположим, вы захотели купить квартиру, выбрали какую-либо планировку и вам повезло, что подобные планировки шоурум уже существуют. Всегда возникает вопрос, как можно расставить мебель, как можно сделать ремонт, когда это в бетоне или на планировке, все наглядно и все особо непонятно. Когда есть шоурум, можно посмотреть его своими глазами или посмотреть мои видеоролики, вам будет понятно, как разместить мебель и сделать ремонт. В данный момент сейчас со мной пройдемте по этой квартире, я вам буду показывать и рассказывать, что здесь полезного и интересного. Даже если вы не захотите скопировать все прям до сантиметра и до миллиметра, какие-то полезные вещи для ремонта в своей квартире тут можно подчеркнуть. Смотрим видеообзор этой двухкомнатной квартиры в жилом комплексе центральной. Начинаем нашу экскурсию по шоуруму. Это двухкомнатная квартира, такие квартиры еще называют евро трешки, потому что кухня здесь большая, она получается как кухня-гостиная, есть еще одно спальное место. Подобные квартиры давно уже в Рязани строят, продают, наверняка о них слышали или сами даже видели. Вот смотрите, сейчас тут коридор. Коридор достаточно широкий, то есть с этой стороны можно там повесить какие-нибудь вещи, разуться, пуфик. Вот с этой стороны стоит шкаф-купе, достаточно вместительный. Сейчас вам покажу. То есть тут размещается какая-то верхняя одежда. Тут, соответственно, еще полки. Много-много всяких полок, что очень даже хорошо, потому что основные вещи можно хранить и здесь. Так, планировка этой квартиры, когда вот кухня с левой стороны дверь и комната на одну сторону и на вторую сторону еще одна комната. Ну и с вами двигаемся, будем эту квартиру изучать и осматривать. Так, ну идемте с вами. Вот так вот начнем с вот такой вот комнаты. Я вам показываю. Смотрите, это небольшая комната, достаточно квадратная, вместительная, удобная. Здесь располагается двуспальная кровать. На этой стене зеркало. Здесь вполне может висеть телевизор. То есть это пример для ремонта. Работали дизайнеры, то есть продумывали каждую мелочевку, каждый уголочек, каждый сантиметр. Постались сделать удобными для жильцов, ну как вот их взгляд на комфорт, на проживание. В данном квартире лоджия с комнатой. Самое покажу. То есть вот такая. Соответственно, бывает, что лоджия с кухней, по большому счету неважно, у нас пример ремонта. Эта квартира находится на первом этаже. То есть знаете, у застройщика питал есть на первых этажах квартиры с террасами. То есть в данный момент, вот она дорожная как бы, территория, выход непосредственно с лоджией. Тут можно, не знаю, там, гулять с детьми. Песочницу, как он поставит, тоже будет удобно. Опция такая есть. Кому надо, знайте, что такая опция существует. Так, эту комнату с вами посмотрели. Идемте смотреть другие помещения, квартиры. Так, выходим с этой комнатой. Сейчас вам еще раз показываю. Коридор, шкаф. Тут есть место под небольшой комодик. Наверное, получается обувница. Тоже хорошо. Умейте ввиду, что можно и такие вещи применять в квартирах, которые вы покупаете. Так, найдем с вами слева направо. Это гардеробная. Гардеробная достаточно вместительная. Также для размещения каких-нибудь там, не знаю, курток, там, верхняя одежда. Куча всяких полок, потому что в домашнем обиходе много всяких вещей, которые надо где-то складировать. Они могут быть размещены здесь. В данной планировке санузел раздельный. Сейчас вам покажу. Это ванная. Ванная достаточно тоже вместительная. Главное, что разместилась, стиральная машина. Не надо никуда ее размещать на кухне. Ну, хотя у каждого свой вкус, но для меня лично проще вот так вот и удобнее, на мой взгляд. Сейчас мы показываем. Так. Плиточка. Так, ну, мы смотрим планировку и смотрим, как можно разместить вещи. Так, здесь мы закрыли. Соответственно, раздельный санузел. Санузел тоже широкий. Вот так, вот так, вот так. Достаточно удобно. Ну, на всякий случай, я вот, что у меня, приблизительно, такой же санузел в квартире, вот этот уголочек я использовал, поставил здесь небольшую раковину, чтобы помыть ручки. То есть, не переходить в ванну, ванна может быть занята, ну, и дом не. То есть, сходили в туалет, ручки тут же помыли, и, соответственно, на месте полотенчик тут тоже можно повесить, ручки вытерли. Ну, и такой вариант, соответственно, должен иметь право быть. Тоже хорошо, красиво. Почему бы нет? Это только пример. Думать всегда покупателю и ремонтоделателю впоследствии. Так, ну, еще одна комната. Так, вот я сюда уже зашел. Ну, тоже достаточно вместительная комната. Тут она, наверное, позиционируется, как, наверное, подростковая, я так думаю. Потому что здесь такая вот угловая кровать, место под компьютерный стол. Хотя, может быть, и детского выкупайте лесные сказки. Это же классно. Сейчас вам покажу. Гитара, всякие такие фишечки. Конечно, в данный момент это украшение. Кому надо, нужно скопировать один за один. Не надо сделать свой вариант ремонта и отделки. Ну, и, соответственно, сюда тоже встает шкаф-купе. В последнее время застройщики стараются выделять вот стеночки такие именно под шкафы-купе. То есть, не обязательно теперь городить боковую стенку. Она уже существует. Просто ставятся релюшки, да, заполнение заполняется внутри шкаф-купе и дверцы. Достаточно удобно. Тут, соответственно, тоже полки. Задумал, чтобы подглядеть, как сделать шкаф-купе. Как разместить полки, как их смоделировать, сделать, чтобы было удобно. Наверху какие-то коробки. Тут висят рубашки-майки. Так, вот еще какие-то коробки. Так, вот такая красота. Сейчас за мной вам на некоторый момент покажу. Так, посмотрели. Еще с вами одну комнату. Так, ну и теперь мы с вами двигаемся в кухню-гостиную. Ну, кухню-гостиную некоторые застройщики любят там 15-метровую кухню назвать кухню-гостиной. Ну, если реально посмотреть на планировку, на метраж. То есть, кухня-гостиная там не менее 18 квадратных метров. Вот у застройщика капитал есть там и 20, и 24, и 30, 30-метровый. Вот этот, я понимаю, кухню-гостиную. Где не просто он там разместился где-то на столике, диванчик поставил, а где еще комфортно находиться. Вот в этой кухне-гостиной реально можно назвать ее кухня-гостиная. То есть, есть место самого кухонного гарнитура. Есть стол. То есть, он может быть разным. Может быть и есть диван. В данный момент стоит вот такой вот гарнитурчик. То есть, со всякими такими фишками красивыми. Главное, что есть телевизор с семьей вечером или не вечером, неважно, можно пообедать. И вот разместиться, удобно провести время, смотря вместе телевизор. Ну, или просто беседуя. Сейчас еще раз развернусь. Вот вам покажу реальную кухню-гостиную. Вот таких размеров они должны быть, чтобы называться кухня-гостиная или больше. Так, ну, смотрите, показал вам квартиру. Шоу-рум, жилой комплекс центральный. Если ищете квартиры подобных планировок, можете сюда приходить. Такие планировки есть в других домах жилого комплекса. Можете зайти сюда и посмотреть, как можно расставить мебель и сделать ремонт подобных квартир. Конечно, все это на свой вкус, но в данный момент имеет представление, как может быть. А не просто прийти, посмотреть голые стенты и уже придумывать, как бы было хорошо сделать. Смотрите, какая красота уже существует. Так, ну, показал вам шоу-рум двухкомнатной квартиры. Нужна какая-то информация, консультация, цены, планировки новостроек в жилых комплексах Рязани. Звоните мне по телефону 8 910 973 33. Зовут меня Телков Сергей Валерьевич. Ролик заканчиваю. Все вам доброе. До свидания.